Прошлое, настоящее и будущее. За 45 минут глава региона сегодня обратился с посланием к областной думе, говорила о выборе и ответственности, о любви к родине и своей истории. Традиционно Владимир Якушев обозначил перспективы и практические поручения, и философские вопросы для размышлений. Лариса Соловьева записывала тезис о главном. Общественность, власть, бизнес, в зале нет свободных мест. Это единственный вопрос, который обсуждает дума в таком расширенном составе и в такой торжественной обстановке. Своё послание губернатор традиционно начинает с итогов. Регион удерживает свои лидирующие позиции. С десяток новых предприятий появилось в этом году на территории области. Ещё 21 инвестиционный проект будет завершён до конца 2017-го. Началась добыча нефти на трёх новых месторождениях юга региона. Набирают обороты индустриальные парки, появляются новые сельскохозяйственные предприятия, и даже агропромышленный комплекс становится частью индустриальной экономики, курс на которую выбрала область. Главный результат года в том, что региональная мобилизация, о необходимости которой я в своё время говорил, который призывал и который направлял, стала свершившимся парком. Тюмень сосредоточилась, перекруппировала силы и вышла на новую траекторию устойчивого развития. Впереди развитие инновационных производств и цифровой экономики, но главное изменить собственное сознание, сделать свой выбор. Должные главы отстающих муниципалитетов, а такие есть. Тем же районам, где поверили в свои силы и начали работать, удалось достичь стабильного роста. Для меня лично, как руководители района, будоражить людей, просить, заставлять, направлять, организовывать их на добрые дела, это самая главная задача. Мы этим и занимаемся. И в послании это было чётко красной линией проведено. Но не только власть должна разговаривать с жителями региона. Губернатор выразил надежду на диалог, пока инструменты общественного контроля работают плохо. Нужно работать так, чтобы мы не ретушировали какие-то проблемы, а нужно о них говорить. Власть области открыта для диалога с людьми. И, наверное, люди должны понимать свою ответственность вместе с властью. И тогда будет только успех. Ведь успех – это не случайное стечение обстоятельств, это результат правильного выбора. Успех всегда следствие принятого в своё время решения. Кстати, не успех тоже. Поэтому состоит работа политиков и управленцев, да и всех нас. Способность выбирать и решать делает человека человеком. О решениях, ответственности за них и за результат, который они повлекут за собой, губернатор говорил в послании не раз. Ведь вызова в будущем много. Предстоит работа над продвижением тюменской продукции, развитие логистики в экономике региона. И это в условиях сокращения федерального финансирования. Чтобы выдержать, нужно сделать в очередной раз правильный выбор. Лариса Соловьёва, Сергей Жернаков. Тюменское время.